всем привет проект дочки бабушки двигается дальше сегодня мы находимся в псковской области город но и нашу инспекцию проведет месяц обувь и алена крылова но а начинаем инспекцию с этого старинного тепловоза который находится на железнодорожной станции но то что это крупный железнодорожный узел куда стекается большое количество людей и в том числе путешествующих транзитов по россии и конечно же очень важно чтобы здесь были созданы все условия для комфортного передвижения людей в том числе и маломобильных групп населения ну что давай посмотрим поехали главной достопримечательностью города является здание вокзала она была построена в 50-е годы в стиле сталинского ампира при этом хочется отметить что она находится как бы посередине такое сердце я бы сказала с одной и с другой стороны от вокзала идут железнодорожные пути да но к этому сердцу как-то говорю еще нужно подойти вот смотри мы подошли вот к этому пешеходному переходу через железнодорожные пути он ну прямо скажем кривой ну тяжело по нему ну как где мы с тобой конечно по нему пройдем хотя он и неровный но если бы допустим мы были бы с детской коляской то конечно же по нему уже было бы тяжеловато идти на что говорить о тех кто ездит в инвалидной коляске да но местные жители говорят что вот там есть мост пойдем посмотрим в каком состоянии может по нему гораздо легче пройти согласно ведь мы подходим к пешеходному мосту благодаря которому люди могут подойти ближе к железнодорожному вокзалу или на другую сторону города как можно видеть он не очень-то новый вообще даже старый давно не ремонтирован не скажу что совсем неудобные ступеньки достаточно низкие но но дали он смотри по нему конечно можно подняться но маломобильных граждан здесь не побеспокоились среда для них здесь недоступна бабушкам с дедушками здесь будет конечно тяжело по нему подниматься но это правильно сказала особенность этого вокзала в том что находится посередине железнодорожных путей и чтобы попасть к нему нужно пройти или по этому мосту либо по тому пешеходному переходу по которому с тобой шли но он тоже в не самом лучшем состоянии и маломобильным гражданам конечно будет это сделать тяжело владёжи еще доступно а мне вот 62 года мне тяжело а если сумками что купила вообще вот там есть переход дальше туда ну там мамы с колясками инвалиды там только больше больше нет возможности им приходить здесь тем более на переезд это далеко а я другой раз тут веду прямо через пути до машин не . и сдохнет и иду потому что тяжело здесь подниматься до мит смотри мужчина переходит прямо по железнодорожным путям но это да это о том зачем говорила бабушка тяжело тяжело подниматься по мосту и вот приходится рисковать твоей жизнью переходить через железнодорожные пути потому что тяжело смотри какой удобный пандус сделано у отделения почты россии на улице советской здесь есть круглые удобные поручни и угол наклона я думаю что согласно нормативным требованиям сделан по нему комфорта подниматься и в том числе я думаю что маломобильным гражданам по нему тоже будет удобно заезжать и подниматься бабушкам и дедушкам здесь недавно был сделан ремонт это видно есть табличка для вызова персоналов я думаю что здесь скоро появится и кнопка есть информационные таблички вот эта табличка по он называется код брали также табличка есть ящики для писем даме ты прав здесь действительно доступная среда я думаю что это место заслуживает того чтобы мы подарили ему нашу зеленую наклеечку ну что отлично будет хорошо если такие наклеечки будет появляться у каждого заведения и они станут доступными мит смотри какое красивое место нам как раз говорили что где-то здесь находится сквер пушкина скорее всего это он и есть вот здесь помнишь как там у классика я помню чудное мгновение передо мной явилась ты вот появилась а пушкин сегодня не явился вообще нам говорят что вчера этот памятник еще был на месте а сегодня его нет ну видимо будем надеяться что и увезли на реконструкцию и он придет обновленный зато здесь есть фонтан скамеечки в общем место для влюбленных для прогулок да место красивое вот я вижу что там вот дальше проход есть в детской площадке ну что же видно что в городе прикладываются значительные усилия по организации комфортной доступной городской среды да но вот есть такие вот я не знаю как это назвать дело то что рядом со мной находится детская площадка и вот это вот единственный путь стоит части парка до чтобы попасть на детскую площадку и здесь вот такая яма через которую нужно еще перепрыгнуть и кстати я вот там вижу что это не единственная яма но попробую через пройти вот там последняя ступенька она тоже сломана видно что здесь выросли какие-то вот кустарники значительно время уже прошло с того момента когда это разрушено и конечно же нужно уделять внимание организации доступной среды вот начинать вот с таких ну казалось бы мелочей и тогда все придет в порядок мы нашли замечательную площадку в городе по ней видно что она новая наверняка здесь играет множество детей однако что касается доступной среды было бы замечательно если бы сюда вели еще дорожки и тротуары чтобы мамы с колясками могли беспрепятственно суда подходить замечательно молодцы если бы вот таких вот площадок дэк побольше бы мы приехали из донбасс сравнить есть чем конечно дорогу единственно что немножечко дала это сколько вот завод вот это вот сделано я восхищена ну большая проблема города это конечно же дороги вот мы сейчас подходим центральной аптеке и видно что дорога здесь не имеет асфальтового покрытия здесь лужи грязь и погода надо сказать что солнечная я думаю что когда здесь будет дождь то будет все просто в слой грязи и подойти к аптеке будет большая проблема но вот на входе нас встречают две бетонные глыбы наверное они преграждают движение автомобилем но я вижу что у входа есть пандус да у пандуса вроде на первый взгляд он кажется достаточно хорошим он пологий но у него есть несколько минусов один из них это при подходе к нему вот такой газон по которому нужно тоже каким-то образом проехать ширина пандуса вполне соответствует нормативам есть еще один минус это окончание пандуса упирается прямо в дверь входную поэтому может быть для оптимизации прохода дверь нужно было бы перевесить на петли с другой стороны ну да я думаю что это на самом деле минимум что можно сделать но я думаю что с таких мелочей как раз и начинается доступная среда если таким мелочам уделять повышенное внимание то тогда город действительно станет удобным согласно мы закончили инспекцию в городе дно посмотрели социально значимые объекты но возможно мы не все успели посмотреть во время нашей инспекции все-таки время у нас не так много было чтобы сегодня мы посетили все именно проблемные места но если есть такие объекты на которые вы хотите обратить внимание то у нас есть сайт дочки-бабушки . рф присылать туда фотографии описание проблемы и мы обязательно приедем с инспекцией и уделим этому внимание до встречи пока